Субтитры создавал DimaTorzok Для просмотра этого видео, обратите, пожалуйста, по ссылке в описании Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Чем-то могу вам помочь? А, вы по поводу банкета, да? Ага, пришли. Я помню вас, ваш приятный голос по телефону. Меня зовут Олеся. Очень приятно. Так, у вас банкет, по-моему, на 22 персоны, да? Хорошо, пойдемте, я вам покажу ресторан. Да, вы же у нас не были? Пожалуйста, проходите. Итак, наш ресторан делится на два зала. Первый зал малый. Он стилизован под такую, знаете, уютную, уличную итальянскую пиццу. С навесами, да? Здесь есть навесы. Зал всего на четыре столика. Ну, конечно, для вашего праздника он будет маловат. А вот второй зал, пожалуйста, пройдемте. Он побольше. Он побольше. И он более светлый. Этот зал стилизован под флорентийское уличное кафе. Так что здесь тоже вы можете видеть навесы, уличные фонари, кирпичные арки. А в этом зале гости могут расположиться на мягких диванах или за столиками, которые располагаются в центре зала. О, это фрески. Да, на них изображены итальянские улицы. Средневековые итальянские улицы. Да. Вам нравится? Хорошо. Ну, в общем, уютно и просто, да? Довольно. Да-да, этот зал будет закрыт на время праздника для других посетителей. Но для других посетителей будет работать малый зал. Столы можно будет расставить к традиционной буковке П. Это будет удобно. Или можно оставить так, рассадить гостей по два-четыре человека. Это будет тоже довольно интересно. Ну, в общем, как захотите. Давайте тогда, я думаю, пройдем мой кабинет, да? И обсудим детали, да? Прошу вас. Так. Усаживайтесь поудобнее, пожалуйста. Сейчас мы с вами все обсудим. Так. Скажите, пожалуйста, банкет у нас будет вот на это число, которое вы мне озвучивали по телефону, да? Это через три недели получается у нас, да? Сейчас мы просто уточним все. На двадцать два человека Продолжительность с шести часов вечера до двадцати трех часов вечера, да? Хорошо. Что-нибудь хотите? Чай, кофе? А, водичка, пожалуйста, на столе. Угощайте. Скажите, пожалуйста, а детки будут на вашем мероприятии? Нет, да? Угу. Угу. Так. Про возраст хотела уточнить. Возрастная категория гостей примерно ваша? Или будут еще люди постарше или младше? Угу. 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 Скажите, а вегетарианцы будут на торжестве? Угу. Хорошо. Угу. Так. Ну, примерно с этим все понятно у нас. Давайте посмотрим меню, да? Значит, у меня есть уже разработанное меню. Примерно на ваше количество гостей и на сумму, которая... Вы меня озвучивали по телефону, даже чуть-чуть поменьше получается. Да? Так. Ну, давайте здесь начнем. Сначала у нас тут холодные закуски. Холодные закуски будут у нас уже лежать на столе, когда гости подойдут. Так. Холодные закуски. Это у нас будет мясной ассорди, рыбная ассорди, сырная тарелочка и закуска капреза. У нас это как закуска идет. Можно мясное или рыбное ассорди заменить на карпаччо. Угу. Оставим как есть, да? Ну, хорошо. Далее подаются салаты. Скажите, через какое время, через какой промежуток времени вы бы хотели, чтобы мы подали салаты? Угу. Ну, обычно по стандарту это 30-40 минут от начальной точки мероприятия. Да. Ну, вы как скажете? Угу. По стандарту, значит, да? Так. Значит, салаты какие у нас будет? Цесарь с курицей. Потому что, как правило, его любят все, да? И он будет порционно каждому гостю. И также в общей тарелке мы бы хотели подать, да? Если вы согласитесь, в общей тарелке два салата, которые самые популярные в нашем ресторане, это салат с ветчиной до парма и салат со слабосоленой семкой. Кстати, салат с ветчиной пармы я попросила приготовить для вас для дегустации, чтобы вы смогли оценить нашу кухню. Ну, кроме того, наверное, вы немножко проголодались, да? Хорошо. А хотите еще салат один добавить или, может быть, убрать? Как думаете? Устраивает так? Хорошо. Дальше у нас идут горячие блюда, да? По плану. Горячие блюда по стандарту подаются через два часа после начальной точки мероприятия. Устраивает вас так? Хорошо. Так. Горячие блюда у нас будут идти на выбор из специального меню, то есть официанты принесут каждому гостю специальное меню, из которого гость сможет выбрать то, что ему сегодня хочется. То есть это может быть паста, это может быть рыбка, это может быть мясо или курица. Как кто захочет. Хорошо. Так. Дальше у нас хлеб. Хлеб. И батон. Хлебное, да? Тарелочки будут из расчета по одному кусочку на человека. И также будут фрукты по 80 грамм на человека примерно. Вот такой вот расчет. Фрукты, яблоки, апельсины, виноград. Так. Десерт у вас. Вы хотите принести свой торт, да? Да. Угу. Да, конечно, у нас есть холодильник. Да. Без труда его разместим. Боленок. Не особо большой. Купают очень большие торты. Так. Угу. Вода, морсок будут в ассортименте. А какие-то кричительные напитки вы принесете с собой, да? Угу. Угу. Вот этим нет никаких проблем. Угу. 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 конечно нету да ну смотрите фотограф может подойти на час или может быть на два к началу мероприятия фотографировать вас ваших гостей вместе с вами можно по отдельности там он там знает как лучше сделать и это будет тоже недорого но на всем мероприятиям может быть не имеет смысла даже не свадьба у нас приглашать фотографа просто на память красивые фотографии почему бы нет хотите? хорошо подумайте так ну а вот и наш салат принесли сейчас будем угощаться с вами спасибо да вот он какой красивый яркий так мы сейчас будем салат пробовать с ветчиной пармы да так тарелочки нам спасибо вилочки салат очень вкусно пахнет он приправлен специальной такой заправкой значит что сюда входит сейчас я вам покажу а значит сюда входит помидорки сейчас это розовые помидорки обычно в зимний сезон сюда повар у нас кладет помидорки черри так авокадо такими она меленькими кусочками да нарезано это листики рукколы так также ветчина сама да фарма и сельдерей и все это заправлено специальной заправкой на основе оливкового масла бальзамического уксуса и различных трав да давайте пробовать так как нибудь я сейчас вам аккуратно положу побольше и себе буквально чуть-чуть угу салат если салат вам понравится действительно не стесняйтесь просить добавки так так конечно заправка делает свое дело как вы думаете угу угу ну делитесь своими впечатлениями овощи овощи свежайшие да ветчина свежайшая руккола свежайшая и все это конечно вместе с соусом очень такое яркое впечатление уху 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 пикантности по-моему салат удался как всегда что скажете? ну конечно есть время подумать как пожелаете да? ну хорошо договорились так доедайте пожалуйста да? я вижу вам понравилось ну и там созвонимся да уже и договоримся более точно и я вас благодарю и и и и и и